Мы много говорили о том, что АТФ – своеобразная валюта энергии в клетках. И в этом видео я хочу немного углубиться в этот вопрос. Как мы увидим, при разложении АТФ на АДФ и фосфатную группу выделяется энергия. Как видно на графике, свободная энергия АТФ находится вот здесь, но после реакции гидролиза, после того, как АТФ превратится в АДФ и фосфатную группу, свободная энергия упала примерно на 30,5 кДж на моль. То есть ΔG минус 30,5 кДж на моль. Если вы смотрели видеоролик про свободную энергию гипса, то вы знаете, что такая реакция будет самопроизвольной. ΔG меньше нуля, значит перед нами самопроизвольная реакция. Когда я впервые изучал эту тему, я не понимал, раз реакция самопроизвольная, почему тогда молекулы АТФ все разом, сами собой, самопроизвольно, не превращаются в клетках ВДФ и не выделяют энергию? Дело в том, что реакции нужно преодолеть вот эту волну, энергию активации. Без фермента, который мог бы выступать катализатором, нужно подать немного энергии извне. Я сейчас объясню, откуда взялась эта волна. Дело в том, что когда АТФ при помощи молекулы воды распадаются, а слово гидролиз означает, что в реакции участвует молекула воды, так вот, свободная электронная пара атома кислорода в молекуле воды должна совершить так называемую нуклеофильную атаку на вот этот атом фосфора в фосфатной группе. После этого образуется вот такая связь, а вот этот кислород забирает себе электроны из вот этой связи и остается при этом с отрицательным зарядом. С реакцией понятно, но дело в том, что эти электроны отрицательно заряжены, а вокруг отрицательно заряжены атомы кислорода. Значит, молекуле воды нужно преодолеть этот барьер, чтобы добраться до фосфора. Отрицательные заряды будут сопротивляться, и это сопротивление нужно преодолеть. И помогают им в этом специальные ферменты – аденозин-3-фосфатазы, или сокращенно АТ-эфазы. Как вы помните, ферменты – это такие большие молекулы белка, которые катализируют реакции. В данном случае они окружают молекулу АТФ положительными ионами. Если вот здесь будет положительный ион, он будет взаимодействовать вот с этими отрицательно заряженными атомами кислорода. И тогда вода сможет совершить нуклеофильную атаку на фосфор, отрицательные заряды ей больше не будут мешать. И если представить себе эту картинку в объеме, то фермент окружит молекулу АТФ со всех сторон. Это у нас АТ-эфаза. Фермент понижает энергию активации, и тогда график реакции будет выглядеть примерно вот так, и реакция произойдет. Итак, реакция не происходит сама собой, потому что без фермента ей нужно преодолеть вот эту волну. А фермента помогает его понизить. Вода атакует фосфор, образуется вот такая связь. И вы скажете, «Так, здесь должен быть еще один водород». Но в действительности его забирает себе проплывающая мимо другая молекула воды, образуя ион гидроксония. А вот этот атом кислорода заберет себе вот эту пару электронов и получит отрицательный заряд. И останется оторвавшаяся фосфатная группа, останется молекула АДФ, и высвободится энергия. Как правило, мы не хотим, чтобы энергия просто выделилась и ничего полезного не произошло. В большинстве случаев энергия, высвободившаяся в процессе гидролиза, используется АТФ-фазой, чтобы фосфорилировать какую-нибудь другую молекулу. В нашем случае можно сказать, что мы фосфорилировали гидроксильную группу. В других случаях энергия гидролиза АТФ используется, чтобы изменить конформацию самой АТФ-фазы таким образом, чтобы она могла выполнять какую-нибудь другую работу. Например, переносить молекулы против градиента концентрации, или электрохимического градиента, или делать что-то еще. Также мы не хотим, чтобы энергия просто выделялась в пространство, хотя бывает и такое, например, для того, чтобы что-то нагреть. Но в основном она используется для выполнения какой-нибудь полезной для клеток работы. Надеюсь, вы поняли принцип работы молекул АТФ и принцип их гидролиза. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Мы будем рады услышать ваше мнение по поводу этого видео. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то напишите их в комментариях, и мы с удовольствием постараемся ответить на них.